Сегодня 31 декабря 2020 года. Время где-то 6 час вечера. В 6 часов вечера ко мне должны прийти соседи. Мы с ними почаевничаем. Я надеюсь, что они кое-что к чаю принесут. Потому что в этом году у меня средств настолько мало, что я мало что закупила к Новому году. Но тем не менее, праздники есть праздники, мы всегда его встречаем как положено. Дорогие друзья, товарищи, все мои подписчики, все мои родственники. Все мои соратники, как коммунисты, так и социалисты и СССРщики. В общем, все, кто против антинародной олигархической, воровской, криминальной власти. Я вас всех поздравляю с тем, что наконец-то этот ужасный, репрессивный 2020 год, ковидный год уходит в прошлое. И будем надеяться, что 2021 год будет иным. У меня единственное, что хорошего произошло в 2020 году, это то, что у меня родился еще один внучонок. Мирошечка. Мирошечка. В Новый год обычно мы с подругой идем на площадь, если я в Ялте. И даже если я не в Ялте, обычно Новый год встречаем на площади. И смотрим фейерверки. Потом возвращаюсь домой, но я никогда не смотрю. Всякие голубые огоньки. Только включаю, но я их никогда не смотрю. А чем я занимаюсь? А я подвожу итоги уходящего года и планирую, что сделать в Новом году. Я думаю, что такая традиция у многих. У многих, кто в новогоднюю ночь планирует свою жизнь на следующий год. Давайте вместе запланируем, чтобы в Новом 2021 году из нашей жизни ушли плохие люди. Давайте избавимся от них в 2021 году. Плохие люди разного масштаба. Начиная от самого верха и заканчивая теми же соседями. Но плохие люди, они имеют одну основную, главную черту. Они эгоисты. Эгоисты. И им не место в человеческом обществе. Понимаете? Их надо как-то наказывать. Их надо изолировать от человеческого общества. Потому что человек, главная черта человека, это человечность, сопереживание, сострадание. Еще Достоевский, Федор Михайлович говорил, сострадание есть главнейший и, быть может, единственный закон бытия всего человечества. Вот эти слова я еще со школы запомнила. Сострадание есть главнейший и, быть может, единственный закон бытия всего человечества. Иначе человечество вымрет. Мы никак не можем от них избавиться, потому что нам не хватает такого качества, как смелость. Смелость. Вдруг русские стали чуть ли не поголовно трусами и предателями, продажными шкурами. Я не буду сейчас говорить, кого я имею в виду, но каждый про себя подумайте. Особенно советские люди, советские офицеры. Как же так? Почему вы стали такими трусами? Вы даже в интернете, в ютюбе боитесь слово сказать. Презрение вам, только презрение. 2020 год был не только для многих общественных деятелей, для активистов, репрессивным. Но и для меня тоже. Я вошла в эту плеяду достойных людей. Как это так получилось? Я была у своих родственников зимой, прошлой зимой и весной. И тут случился этот коронавирус. И мне однажды стало плохо. Я присела на лавочку в горсаду. И в горсаду, значит, меня арестовали три милиционера. Три милиционера. Это было где-то 14 мая. А я по своей всегдашней привычке все снимаю на видео. Я сняла это видео и разместила на канал Ялта Народный Контроль. И вы знаете, что? Что меня поразило? Что мне звонили со всей страны. Со всей страны звонили. Начиная от Белоруссии и от западной границы до восточных. Два месяца. Россияне и звонили, и СМС слали. И говорили мне слова благодарности. Какая я смелая и мужественная. Вы понимаете? И я поняла, что с нашим народом творится что-то ненормальное. Потому что никакой там я особой смелости не проявила. И тем более никакого особого мужества. Просто я говорила то, что есть правда. И я говорила то, что я хотела сказать. Понимаете? Оказывается, народ наш дошел до такой трусости, что даже боятся говорить. Говорить боятся. Боятся произнести слово Путин. Вы представляете? Я это наблюдаю в Ялте очень часто. Они... Вы представляете? Боятся. И вот нам в новом 2021 году надо обязательно избавиться от самого главного отрицательного качества, которым поражен наш народ в последние годы путинизма. Это от трусости. Двум не бывать, а одной-то не миновать. Чего бояться-то? И вот я еще раз убедилась, если меня благодарят люди за ролик. Кстати сказать, на меня завели уголовное дело. И мне пришлось этот ролик удалить. Там за нехорошее слово оскорбляющее сотрудников полиции. И со своего канала я его удалила. Начисто, напрочь. Потому что следователь может проверить, написать в YouTube. И поэтому пришлось удалить совсем его. Жалко только комментариев, конечно. Так, конечно, он сохранился. Он есть на канале Михаила Назаренко. Этот ролик. И кто хочет, может посмотреть. И вот за этот ролик люди меня благодарили два месяца. Каждый Божий день звонили. Ну, я, конечно, им благодарна. Мне приятно это все было слышать. Более того, три человека мне даже деньги выслали. Но я им вдвойне благодарна. Потому что я человек малообеспеченный. Как и большинство пенсионеров. Я этих людей помню. Я им, конечно, очень благодарна. И в новогоднюю ночь желаю им, конечно, всего самого хорошего. Вот нам чего не хватает. Смелости. Значит, что? Что с нами могут сделать? У нас, так, протокол. На меня протокол составляли. Но страшного тоже нет. Штраф. Могут, значит, административные выписать. Ну, вернее, суд присудит. Но тоже страшного нет. Ну, что страшного? Ну, завели уголовное дело. Но тоже ничего страшного нет. А что страшного-то? Вот для меня это, вот, я воспринимаю это все как приключение. Серьезно. Я воспринимаю это как приключение. Потому что до 70 лет дожила, и еще ни одного протокола. Ну, это неинтересно же так, жить без приключений. Изолятор временного содержания. Тоже ничего страшного. У меня отсидели знакомые и Петр Бажан 15 суток, и Сергей Сардыка 3 суток. Тоже ничего страшного. В СИЗО это уже, конечно, более серьезно. Но нам, старикам, и СИЗО не страшно. Понимаете? Молодежь жалко, которая в СИЗО сидит. Потому что, ну, молодые годы там провести, это ужасно. А нам, старикам, ну, какая разница, где сидеть. Или дома голодовать, голодать. На мою пенсию 9400. Я уже стала ходить с бомжами. Я уже стала с бомжами питаться. Но там, правда, ходят не только бомжи, и ходят малообеспеченные пенсионеры. И хорошее питание. Питание хорошее. Но не хуже, чем в кафе. Совсем не хуже. А может, даже и лучше. Вот. Что нам терять? Терять нам нечего. Вот лично мне терять абсолютно нечего. Поэтому бояться не надо. Страна это наша. Она нашими предками была основана. Нашими предками было здесь все построено. Мы здесь имеем полные права. Это страна наша. У нас нет двойного гражданства, как у большинства руководителей нашей страны. Мы здесь хозяева. И мы должны об этом заявить в полный голос. Народ хочет народовластия. Народу не нужны продажные депутаты. Народ хочет принимать участие непосредственно в управлении государством. То есть нам нужна прямая демократия. Нас от власти отделили, отстранили на такое расстояние, что мы живем как будто совершенно в другой стране, в другом мире. Мы совершенно никак не влияем на власть. Нам не дают никакой возможности ни митинговать, даже за одиночные пикеты стали арестовывать. Мы не имеем права вносить какую-то законодательную инициативу. А почему бы нет? Почему бы не дать народу право внесения законодательной инициативы? Но мы это не имеем. Мы здесь вообще никто, к сожалению. Нас сделали какими-то безмолвными статистами в нашей собственной стране. И только ждут, когда мы скорее передохнем. Кстати, сказать о вакцинации. Лично я против. Против вакцинации. Против этого коронавируса. Дорогие товарищи. В настоящее время в тюрьмах, в путинских застенках томятся множество политзаключенных. Особенно мне близки по мировоззрению Марина Мелехова. Марина Мелехова и также Николай Николаевич Платошкин. Он находится под домашним арестом. Мы, конечно же, их тоже поздравляем с новым 2021 годом и желаем им свободы. Только свободы. А что делать на свободе, они знают это и лучше нас. Итак, в новом 2021 году избавляемся от плохих людей, работаем над собой, нашему народу надо стать смелым. Смешно даже об этом говорить. Героический советский народ потерял самое главное свое качество, это смелость. А смелость берет города. С новым 2021 годом, дорогие товарищи, соратники и все, кто меня смотрит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова